Доброго времени суток, дамы и господа. Как мы прекрасно знаем, припатч стартует в среду. А если быть точным, вторая фаза припатча начинается 16 ноября. Будут драктиры, будут пробудители, будет нападение элементалей. И, само собой, многое поменяется в игре. Помимо того, что вводится новый контент, немножко выводится старый контент. А именно, мы более не будем получать золото с командирских столиков. Я поиграл немножко на бете, все это посмотрел, актуальную прокачку посмотрел. Ну и решил немножко заглянуть в ковенант. Увидел, что задание просто дает опыт соратникам. А глянул на лайве, что делает это задание. А на лайве мы получаем за него около 300 золота. То есть, просто-напросто вся голдишка с командирских столов, она теперь равна нулю. Конечно, мы по-прежнему вытаскиваем реагенты, руны, предметы, которые можно продать вендору. Но это, конечно, все не то. Словить квесты на 350 золота, а еще и несколько, а еще и на нескольких персонажей, это круто. Это просто превосходно. А теперь это просто ноль. Но, само собой, компания Blizzard не идиоты. Они не хотят держать нас в старом контенте. Мы должны двигаться в новый контент. Мы должны искать новые пути фарма. И мы их найдем. Не стоит унывать. Хоть даже и убирается голдишка с командирских столов, начиная со второй фазы припатча, плакать реально не стоит. Уверен. Те методы голдфарма, которые будут в Dragonflight, связанные там с профессиями, как вариант, они будут намного лучше, интереснее, динамичнее. И голды мы с этого будем вытаскивать побольше. Но пассивный голдфарм это, конечно, всегда круто. Я не буду это отрицать. Знаем то, что еще в Dragonflight и столов не будет, поэтому придется заниматься чем-то активным. Думаю, место для фарма будет найдено довольно-таки быстро. И голдишка на жетон будет собираться, собираться и собираться очень хорошо. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!